Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение на федеральных каналах уже в четверг, впервые за последние 6 лет, что Путин участвует в подобных эфирах. Ему придется общаться с взволнованным, так скажем, населением. Среди вопросов, которые интересуют россиян, есть и отношение премьера, например, к митингам 10 декабря на Болотной площади. Что для премьера значит этот эфир в четверг, выяснял Егор Погорелов. Да, коллеги, добрый вечер. В ночь с понедельника на вторник в информационные агентства пришли пресс-релизы, где сообщалось, что очередной сеанс общения премьера Путина с народом намечен на 15 декабря. Традиционно такие телеэфиры с Путином действительно проходят в середине декабря, правда, так поздно, то есть за три дня до прямого включения, о них еще не сообщали. Известно, что формат мероприятия «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» останется прежним. Та же телестудия, трибуны со зрителями и колл-центр. Способы обращения к Путину также давно отработаны. Звонок в студию, смс-сообщение, либо сообщение на сайт программы «Разговор с Путиным». Также вопросы, к примеру, поступят и из нескольких регионов, откуда будут прямые включения. Обычно среди таких регионов оказываются наиболее проблемные или те, в которых Путин побывал в минувшем году. Журналисты и политологи не скрывают, что ждут от премьера главного реакции на многочисленные митинги за честные выборы, прошедшие по всей стране. В прошлом году в программе «Разговор с Владимиром Путиным» было несколько острых моментов. Во-первых, вопрос о Ходорковском и слова Путина о том, где должен сидеть вор. А также звонок врача из Иваново, который поведал, что обстановка в больнице, где побывал Путин, не больше, чем бутафория. Люди со всей страны уже начали высказывать в интернете пожелания о том, что тема гражданских прав и честных выборов просто обязана присутствовать в диалоге с премьером. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время конференц-связи с журналистами рассказал о том, что премьер усердно готовится, а вопросы, касающиеся последних событий, в том числе и митинга на Болотной, не останутся незамеченными. Да, мы можем послушать. С учетом насыщенной повестки дня, с учетом прошедших выборов, предстоящих выборов не носят особый характер. Дмитрий Сергеевич, политических вопросов пока поступает немного, судя по вашей статистике. Будет эта тема затрагиваться, политические какие-то изменения? Ну, уже есть, конечно, есть. Мы же смотрим вопросы. Их много, они есть. Есть очень интересные вопросы. Но судя по тому, что они попали уже в туп вопросов, значит, что премьер будет отвечать на них? Я не сомневаюсь, если мы будем заняты. Я уверен, что, знаете, он же традиционно накануне, он сегодня очень активно готовится к прямой линии. Даже обычно настроенные к премьеру лояльные эксперты удивляются. После многотысячного митинга на Болотной прошло 4 дня, а от Путина ни слова. С недавними акциями оппозиции связывают и затяжку времени с сообщением о традиционном прямом эфире. Создается впечатление, что удивленные последствиями парламентских выборов, а именно открытым возмущением простых людей, кремлевские чиновники задумались действовать по намеченному плану или нет. Судя по всему, решили не отменять запланированного, но время на всякий случай потянули. Однако есть и другое мнение, мол, нынешнему премьеру даже прямой эфир на многомиллионную аудиторию не поможет, так как рейтинг упал и реальное понимание ситуации отсутствует, но про Болотную молчать нельзя, так считает политолог Станислав Белковский. Владимир Путин находится в очень затруднительном положении, потому что его текущий рейтинг не превышает 35%, а плановое задание 55%. Путин собирается побеждать в первом туре. Это значит, что для такой победы нужны масштабные фальсификации, превосходящие все, что мы видели на дубских выборах 4 декабря. И, конечно, Владимир Путин очень взволнован событиями на Болотной площади, 50 декабря. Хотя он живет в иной информационной реальности. Он не читает газеты, не смотрит телевизор, не пользуется интернетом, он не прорезает на справки собственной пресс-службы и специальных служб, которые не дают никакой ему тревожной информации и позиционируют события 10 декабря как провокацию, оплаченную деньгами Госдепартамента США. Тем не менее, очевидно, что это совсем не реагирует на происходящее в стране общества. Путин не может, потому что он знает истинные результаты Единой России. Но насколько на самом деле острым будет разговор Путина с народом, узнаем уже в четверг. Коллеги. Спасибо, Егор. Егор Погорелов о том, в каких условиях готовится 10-й разговор с Владимиром Путином.